Добрый вечер, друзья! Это программа «Вперед Миколаев» и сегодня мы говорим о футболе. Начинаем с обычного для вас футбола. Муниципальный футбольный клуб Миколаев сыграл свой следующий матч в первой лизе украинской первости. Соперник – лидер чемпионата «Мариупольский Ильичевец». Давайте посмотрим сюжет про этот матч. В стартовом составе на матч против лидера чемпионата «Мариупольского Ильичевца» Руслан Забранский выпустил следующих исполнителей. Чумак в воротах, Кошелюк, Сартина, Булычев, Павлов в обороне, в полузащите Батюшин, Мома, Трагозинский и Берко и также появился на поле новичок команды Сафонов. На острее атаки в этот день был Шаврин. Ильичевец с первых минут пошел вперед и уже в дебюте поединка мог открыть счет. Тищенко навесил с левого фланга прямо на голову Кожанову. На удару последнего не хватило точности. А на 28-й минуте Кожанов все-таки забил. Павлов неудачно выбил мяч и тот рикошетом от Тищенко оказался у Киселя. Чумак с ударом нападающего хозяев справился, но на добивании первым оказался Кожанов. 1-0. Ильичевец и дальше владел преимуществом, но и у Николаева был шанс отыграться. Ближе к концу первого тайма, после подачи углового, Шаврин оказался расторопнее всех, но пробил в руки вратарю. Первый тайм завершился с минимальным перевесом мариупольской команды. В начале второго тайма еще момент у Николаева. Момот перехватил мяч в центре поля и после небольшой перепасовки комбинация завершилась с ударом-поворотом. К сожалению для нас удар заблокировали защитники. Мариуполь ответил очень остро. Кисель подхватил мяч в центральном круге и, дойдя с ним почти до штрафной, отпасовал на Кожанова. Тот в касание вернул на семерку хозяев, но Чумак в этом эпизоде выручил. Ну а когда на 57-й минуте Кисель убежал от защитников и вышел один на один с нашим вратарем, уже и Чумак не смог помешать молодому форварду забить свой десятый мяч в чемпионате 2-0. Сократить счет в матче мог Ковалев. После прохода Виктора Берко и его передачи Андрей целил в дальнюю девятку, но не попал в створ. Был еще момент, когда Ильичовец мог довести счет до крупного, но мяч после удара Кольцова просвистел над перекладиной. В итоге мариупольская команда довела матч до победы, к слову, уже восьмой в чемпионате. Слабовато у нас сегодня получилось в линии атаки. Где-то чуть-чуть не доигрывали, не хватало. Я думаю, в последней передаче, в последнем ударе где-то чуть-чуть концентрации. Результаты восьмого тура. Арсенал в Киеве минимально обыграл Гелиос. Полтава дома переиграла Черкасский Днепр 3-1. 6-1 с таким счетом Верес разгромил в гостях Горняк Спорт. С Калаевка Тернополь 1-0. Авангард ПФК Сумы 0-2. Ингулец Буковина 1-1. Нефтянник забил три безответных мяча в ворота Абалони, а Колос в выездном поединке выиграл у Десны со счетом 4-0. Турнирная таблица. Ильичовец по-прежнему не теряет очков и занимает первую строчку. Верес на втором месте 19 пунктов. Колос и Гелиос делят третье-четвертое места, имея в активе по 17 очков. Далее идут Десна, Нефтянник, Черкасский Днепр и Буковина. Николаев 9-й с 10 очками. Две киевские команды Абалонь и Арсенал расположились на 10-м и 11-м местах. Замыкает турнирную таблицу Тернополь, у которого по-прежнему в активе всего один балл. А сейчас мы поговорим про американский футбол, который стримко набирает обертей в нашем месте. Миколаевские викинги. Далее в нашей программе. Друзья, сегодня мы говорим о футболе и эти ребята считают, что американский футбол это настоящий футбол, остальное это сокер. И мы делали уже репортаж о американском футболе и вот мы продолжаем говорить о команде, которая действительно существует в Николаеве и добивается очень больших успехов. Николаевские викинги. Сегодня у нас в гостях Леонид Приблуда, тренер защиты, участник команды Николаевские викинги. Добрый вечер, Леонид. Леонид, мы с прошлой передачи уже с вами говорили о том, что команда набирает обороты и вот произошли некоторые события. Вы сыграли несколько матчей. Давайте поговорим сейчас об этом, а потом в целом о американском футболе в нашем городе. После дельфинов, матча с дельфинами из Мариуполя в Николаеве, вы сыграли еще несколько матчей. Да, мы сыграли два выездных матча. Один с харьковскими тиграми и один опять-таки с мариупольскими дельфинами. Ответный матч. Ну что хочется сказать про первый матч. Мы поехали неполным составом. Во-первых, травмировался я. Во-вторых, многие из основных игроков не смогли поехать, так как финансы, работа, здоровье, мама не пустила и так далее. Приехали неполным составом. Ну, знали, что выиграем, так как команда не самая сильная, но не знали с каким счетом. В итоге выиграли в сухую. Сами от себя не ожидали такого. То есть новички себя очень хорошо показали. 44-0 такой счет разгромный. Ехали домой там на всех парах и готовились к следующей игре. В Мариуполь мы приехали еще меньшим составом, в 15 человек. И надеялись показать просто хорошую игру. Действительно вышли на построение на поле. Стоит маленькая кучка фиолетовых в 15 человек. Это наша команда, да? Да, да. Это фиолетово-черный Николаев. И стоит огромный строй из 30 человек. Ну, мы думаем, ну все, сейчас поиграем. В итоге первые пару минут мы заносим первый тачдаун. Это Дмитрий Гладилин, квотербэк нашей команды. Еще через пару минут заносим второй тачдаун. Ну, и мы уже настраиваемся побеждать, потому что такое преимущество нельзя терять. К середине матча наша защита допускает несколько ошибок. И счет сравнивается. 14-14. Ну, тут уже берет злость. И в итоге мы заносим еще два тачдауна и вырываем победу у Дельфинов. Ну, мое мнение, ребята просто расслабились. Они увидели, что нас приехало мало. Нам уже терять было нечего. В принципе, матч для нас ничего не значил. Мы все равно выходили. Да, мы выходили в раунд вайлдкарт, поэтому мы просто уже показывали свою игру. Опять-таки, новички себя хорошо показали, которые играли на новых для них позициях. Очень сложно людям объяснять за пару минут, что им нужно сделать, когда ты им это не объяснил за несколько лет. Но в итоге все сложилось хорошо. Впереди плей-офф? Впереди, да, впереди как бы апогей нашего сезона, то, ради чего мы тренировались и работали. Пока, наверное, самая высокая ступень в нашей команде, да, это игра вайлдкарт против днепропетровских ракет, с которыми мы уже встречались и проиграли им в одно владение. Вот, но у нас, так сказать, хорошие планы на эту игру, да, я думаю, все будет хорошо. Мы собираем же, вся команда едет, все настроены побеждать, то есть все хотят выйти в плей-офф. Ну, Днепр, сильная команда, я так понимаю, они побеждают последние матчи. Как настраиваетесь, что говорите о защите своей, что говорят ребята в команде, как будете побеждать? Днепр, достаточно сильная команда, но, несмотря на это, по результатам нашей игры в Николаеве, мы можем конкурировать с ними и показать сильную игру. В нашей команде, ну, то есть, надо побеждать, никаких не надо смотреть, против кого ты играешь. Ты должен выйти, показать свой хороший футбол, то, ради чего ты тренируешься. Потому что, так как мы тренируемся, нам проливаем под кровь на поле, а потом выходить, и, ой, сильная команда, то нет, мы, наверное, домой поедем, и можем побежать у каких-то новичков. Нет, так нельзя. Лень, ну вот, получается, если вы выигрываете у Днепра, дальше идет плей-офф, и это попадание в более высший дивизион украинского, американского футбола? Да, получается, если мы выигрываем ракет, мы входим вот такую символическую шестерку команд Украины, да. И тогда выходим либо на киевских бандитов, либо на киевских бульдогов. Команда, ну, надо здраво оценивать свои силы, команда пока не нашего уровня, но нам все равно с кем играть. Будут это бандиты, мы выйдем, сыграем против бандитов, покажем, на что мы способны, да. Но пока мы об этом не думаем, пока у нас ракеты, пока все силы сюда, все, что мы можем, то есть, будем оставлять себя на поле. Ну, получается, что результаты есть, есть результаты у команды. Расскажите, как вообще происходят тренировки в Николаеве, и как вам удается вот это все делать в городе? Я знаю, что не выделяют стадионы, вы играете на молодежном, и постоянно ищете поляну, как называется, в американском футболе, чтобы где-то сыграть. Да, это большая проблема, на самом деле, мечта тренироваться на хорошем поле, желательно там зеленки какой-то, ну, с полями действительно, то есть, мы приходим на тренировку, мы играем, ну, как с нас смеется уже вся Украина, мы играем на огородах, то есть, урожай собрали, можно сыграть игру. Зимой это крытый стадион, то есть, тоже резина, на которой не особо приятно падать, и нет какого-то оборудования, с которым, то есть, интересно позаниматься. Сейчас мы договорились с фитнес-клубом Gym Style о тренировках зимой. У них неплохое поле, у них есть оборудование, то есть, для каких-то плеометрических тренировок. Но вот с полями это действительно беда, то есть, как только у нас в городе слышат американский футбол, они сразу представляют какой-то экскаватор, который роет землю, который разрывается, каких-то суицидников, которые друг друга убивают, там сразу говорят, не, не, ребят, вот американский нельзя, лучше мы там палатку какую-то поставим, вот пиво там пить можно, а вам в футбол играть нельзя. Я знаю, что вы работаете сейчас с молодежью, детей привлекаете. Начали тренировки в том же клубе Gym Style, открыли детские секции по американскому футболу, по его бесконтактной форме флаг футбол. То есть, мы, чтобы остальные человека, бьем его, захватываем, во флаг футболе вешаются флажки на пояс, и дети должны сорвать флажок. Ну, я вам скажу так, дети начали приходить, вот началась осень, да, все приехали с отдыхов, детям нравится, у нас еще никто не сказал, что мне не нравится, это какой-то неправильный футбол. Им, конечно, непонятно, но когда они втягиваются, да, то есть, так как они падают на паркет, я бы не падал, например. Ну, дети, дети втягиваются, в общем. Американский футбол в Николаеве развивается, и есть победы, есть результаты. В следующем году можно будет уже приходить и болеть за вас большим количеством зрителей, правильно? Конечно, мы на это очень надеемся. Друзья, наши футболисты, американские футболисты ждут вашей поддержки. Вперед, Николаев, и будем болеть за николаевских викингов. В матче в Днепре, который, к слову, наша команда выиграла, серьезную травму получил игрок викингов Николай Калинич. Потребовалась операция, на которую команда нашла деньги, но сейчас необходима финансовая помощь для дальнейшего лечения и восстановления. Николай находится в больнице в Днепре, а на своих экранах вы видите реквизиты, на которые сможете прислать средства и помочь. Хочется, чтобы наш спортсмен поскорее оправился от этой травмы. Выздоравливай, Николай. Продолжение следует...